Отделение Всероссийского общества инвалидов ищет защитников. Чиновники выгоняют пенсионеров из привычного помещения на первом этаже жилого дома. У них возникли вопросы к предпринимательской деятельности инвалидов. Теперь сотни пожилых людей могут потерять привычное место сбора. Анастасия Тимоничева с подробностями. От дома пешком до остановки, пересадка с одного автобуса на другой и еще 10 минут пути. Опираясь на костыль, с трудом передвигая ноги, Юрий Морозов заходит в тесное помещение на первом этаже жилого дома. Здесь от остановки инвалидов с костылями, с клюшками, да просто престарелыми. Они приходят сюда, дух переводят. Кунцевское отделение Всероссийского общества инвалидов. Одно на четыре района. Сегодня в комнате многим не хватает места. Решают, как отстоять это помещение размером в две квартиры. Выехать требует владелец, департамент имущества Москвы. У вас, я смотрю, в тесноте, да не в обиде, по принципу, да? Ну, что же делать-то? Приходите, может, не будет сидеть. Потому что у нас такое маленькое помещение, а нас тысячи человек. Мы хоть здесь можем прийти пообщаться. Нам что-то расскажут, по крайней мере. Здравствуйте, сказать, понимаете, поприветствовать, улыбнуться друг другу. Вот куда мы пойдем? Причина конфликта – продуктовый магазин. Открыло его общество инвалидов. Гастроном и комната для их встреч разделены одной стенкой. Он небольшой, как я уже и говорила. То есть он не приносит сумасшедшей прибыли. Мы не торгуем виноводочными изделиями. Вся прибыль, по словам председателя, уходит на нужды организации. В 2015-м гастроном принес 780 тысяч рублей. 80% этих доходов идет, во-первых, на оплату ЖКХ. Но самое главное, что мы стараемся помочь инвалидам. Это и культурно-массовые мероприятия проводим, и покупаем средства реабилитации. И трусти, и костыли. И у нас много лежачих людей, для которых мы покупаем абсорбирующее белье. Все помещения, в том числе и комнаты, отданные под магазин, в аренде. В прошлом году из департамента имущества пришли с проверкой. В акте осмотра указали нарушение. Мол, помещение используют не по назначению. Плюс, у них допустили коммерсантов со стороны. Инвалидов попросили не просто закрыть магазин, а освободить все помещения. Люди надеются, если о проблеме узнают за пределами этих комнат, найдутся защитники. Странная история с этим магазином. Такое ощущение, что сейчас все превратились в олигархов. На олигархов вы не похожи. Почему это так? Роман Бабаян, которого здесь хорошо знают, как телеведущего, пообещал разобраться. Обратиться в префектуру, в департамент соцзащиты. Пенсионеры и сами пытались поговорить с чиновниками, но пока попасть к ним не удалось. Руководство в районном управлении департамента принимает только по записи. В очереди. Вопрос от тысячи инвалидов, по словам сотрудников приемной, не причина делать исключение. Ну а если они будут освобождать себя? То есть оно будет выставлено на торги или будет принято решение о закреплении данного помещения за государственным каким-то помещением? Да закройте вы глаза, даже если они не имеют права. Закройте глаза на эту коммерческую деятельность. Какая это коммерческая деятельность? Зайдите в этот магазин, посмотрите, печенюшки эти продают с сахарным песком. А у меня здесь вопрос, может быть просто помещение кому-нибудь понадобилось? Покинуть эти комнаты инвалиды должны были еще в мае, но выезжать они никуда не собираются. Если понадобятся, свои права готовы отстаивать в суде. Анастасия Тимончева, Михаил Пудовкин, Life. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова